Доброго времени суток, дорогие друзья, и мы продолжаем наш StarLadder FastCup 145.01. С вами Маэстро и... И Дингозилл, всем привет! Вот, представился, молодец. Мы сейчас будем освещать финал. Финал, где столкнутся Мусор Хантерс против Орто. Ребята прошли через сложные матчи. Мусор Хантерс столкнулись с очень сильной командой, но полтора-ка Мусор потерпели неудачу. У них покинул игру их товарищ. Непонятно, почему еще и не вернулся. Но ребята сражались до конца. Респект, уважуха, как говорят наши блатные ребята с авантеевки. Но не пошло, не хватило им немножко. И Мусор Хантерс прошли у нас в финал. Будут сражаться с Орто, которые сразились с ОУС, с белорусской командой, и с украинской Кристаллис. Вынесли весь СНГ. И сейчас сразятся в российском финале Орто против Мусор Хантерс. Давайте посмотрим, что они нам предоставят. В бан уже очень много банов у нас произошло. Залетели в бан Мусор Хантерс Рейки. Залетел Эрдер Титан. Залетел почему-то Террор Блэйд. Первый раз вообще его вижу в бане. Тинкер. А бан от Орто у нас улетел Бестмастер, Алхимик, Найт Сталкер и Спектра. Слушай, тут настолько, если посмотреть, изменилась мета за последнее время. Потому что посмотри на баны, которые сверху. Если бы тебе кто-то буквально полгода сказал, что такие баны будут, ты поверил. Я вот на самом деле ни одного сейчас патчевского бана не увидел от команды Мусор Хантерс. Не, ну почему? Рейки, Тинкер. Ну Тинкер не знаю. Тинкер. Ну в смысле, абузеры-то на ком сейчас играют. Все, кто играет в миди, и все, кто умеет играть на Тинкере, сейчас на нем апают ММС. Ну кто апает, кто сливает. Ну согласен. Главное пикают. Ну а что по пикам? Мусор Хантерс. У нас забирают себе Феникса, Свардара и Дэдпропе. Торта забирают себе Фейслес Войда, Леона и Инвокера. У всех очень сильный прокасты. У всех очень сильный уже физурон. Массовый контроль. Можно сказать, опять же, у всех. Ну тут будет серьезная борьба, что на ранней стадии, что на лейтгейме. Непонятно еще, правда, кого Орта себе в керри возьмут. Мусор Хантер показали. А, нет, стоп. У нас полтора катрэшн сыграли со Свардаром в прошлую игру в керри. Но Свардар сейчас, опять же, непонятно, кем у нас будет. Керри или все-таки хардлайновым персонажем. И Сварка себе забирают Орта. Вот он, керри этой команды. Остался по последнему бану и по последнему пику. И вот сейчас будет все известно. Ну понятно, Орта сейчас надо добрать саппорта. А вот кого пикнут Мусор Хантерс? Это тоже какого-то керри, наверное, Свардара. Ну, по дефолту сейчас в оффлейн часто ставят. Ну, хотя согласен, хз. Кстати, могут Свардара поставить один на один против Войда. И пойти убивать Сларка с Леоном. Потому что это в самом начале слабые герои. Им нужно левел получить, чтобы убивать. А если там завалиться вот с Вингой, Фениксом, каким-то жестким керри. Типа Джиггернаута, может. Или... Кирокоптера того же. Ну, здесь что-то такое жесткое. И пойти развалить им кабины. То можно развалить. Ну, сейчас мы увидим. Сейчас до сих пор думают, очень долго думают. Первый раз использовали в дополнительное время Мусор Хантерс на свой последний бан. Не знаю, какого-то такого контролющего саппорта надо. Может быть, из тех саппортов, которые были в прошлой игре. Какого-нибудь Дизраптора, наверное. Потому что они могут очень сильно... Да, вот он, Дизраптор залетает в бан. И вот... А вот у Орта будет сейчас такая задача посерьезнее. Потому что непонятно, кем у нас будет Свардар. Мы это увидим только в последнем пике. Тут уже надо банить, вот, Лайфстиллер. Тот, который будет неприятен этим вот товарищам. Ну, Сварку может быть. Да, Леону точно с инвокером он будет вырезать. Но под Куполом можно будет его как-то зафокусить. И это Абадон. Будет Абадон саппором. Кстати, ну, классно. Почему нет? Ну, не знаю. Ну, а чё он тут делает? Ну, как минимум, он будет... Блин, кстати, да. А чё он тут делает? Подожди. Свар будет выживать. Если Свард будет выживать. С Леоном гангать Абадоном, это так себе. Не, ну, в принципе... Ну, если бы был бестмастер, тогда ладно. Тут вообще нет таких вот прям точечных мощных станов и дизеллов каких-то неприятных. Да, если бы, ладно, да. Ну, блин. Не стоит того Абадона? Вот ты прав, то, что... Куда его тут? Не знаю. Ну, всё-таки... С Майдом табло. Не мы с тобой в финале, а в финале вот эти вот ребята. Может быть, они что-то сейчас нам покажут с этим Абадоном? Давай, может, мы удивимся как-то. Может, мы что-то не знаем. Я понял. Смотри. Они берут его, ставят свой дом сложным. И войдет под щитком под Т2 вражеский идёт, разваливаясь с вашими. Круто. А, ну, кстати, да. Кстати, да. Или он будет оставлять Сларка против Салардара. Мне кажется, нормально будет Сларк против Саларда. расстоять. Алло. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Это Свэн. Ну что ж. Расходимся. Тут всё понятно. Это Свэн. Добрый вечер, я Бон Флетчер. Это Свэн. Обожаю Свэна. Чё ему предъявить? Есть информация. Ну как? Ну тут это... Ну... Надо купол на Свэна и всё. Ну так... А, ещё дальше. Хотя бы на Свэна и убить его за купол. постараться как-нибудь с пальцем, там, с анстрайком. Ну, у меня дефолтный вылет из игры, это нормально. Да там, не бойся, там почти вся команда Орта вылетела. Я не вылетел, что странно. Короче, смотри, Слав, ты милишник, а Свен на реакции прожмёт БКБ в куполе. И что делать? Ну, молиться, что вы успеете убежать, когда купол закончится. Я не знаю. Тут просто... Ну, это Свен. Главное, чтобы сейчас Свен отыгрывал правильно. Хотя против Вайда с Абадоном, может, у него какие-то будут неприятности. Стрим выйдет, спрашивает, ребята, куда? На СТС? Не знаю, не будет его там. Чёрт, в смысле выйдешь? Он несёт. Ну, стрим запущен, стрим работает, всё в порядке, всё хорошо. Через 6 минут дилея, может быть, вы когда-нибудь увидите, если у вас всё в порядке с интернетом. А мы продолжаем. У нас вернулся, походу, Абадон. Да, Абадон вернулся в игру. И давайте мы откроем. Добито, отнято. И сейчас представим нам вам. Нам, зачем нам? Ну, ты знаешь. Вам представим этих ребят. На сварке у нас будет Сосл играть. Деслайн будет на инвокере. Где-то инвокер опять со своим дефолтным. Вот этим шухером на голове. На войде у нас будет Кост. Дорогой. Аэс Дорогой будет катать на войде. А, нет. У нас будет Дорогой катать на Абадоне. Или он будет Командер. Встречайте, команда РТО. Ну что ж, теперь команда Мусор Хантерс. На король Севера будет играть на Дес Профит. На Слордаре будет играть Доберман. На Винге будет играть Боба. На Свене будет играть Шандер. Который уже хитает за сводом и разводит его на прыжок. И грибочки будет помогать, я так понял, в миде. На Фениксе. Грибочки. Грибочки. Всё нормально. Грибочки. Покажите нам игру. Давайте, поехали. Игра начинается. Финал. Фаст Капа. Мусор Хантерс против РТО. Поехали. На миде у нас встретится Банша против Инвокера. Будет ему никто не будет помогать. Тут у нас гангующие варды поставлены. Правда у Инвокера не очень такой понятный вард. Ну, который будет палить оба подхода. На хардлейн у нас пошёл Свардар соло против Абадона. Ты не угадал. Абадон не будет стоять в свой дом. Он не будет напрягать так сильно свына. Было бы интересно. Кстати, у Свардара уже напали. Начинают его разминать саппорты. И Сларк фармит. Могли, кстати, убивать, если бы Сларк пошёл. Мне кажется, у Свардара не место. Надо уже сразу влезть. Он уже с Талоном. Он так и подумал. Сразу влез. Ну да. Так вот он и будет работать. Правда, пока что только урон получает по себе. Со Станчиком что-то пытается сделать. Но он очень много урона получит. Даже второй левел, наверное, не вынесет сейчас. Ну, как? Ну, давай. Давай. Ну, Стан. Хорошо. И да, получил. Ладно, второй уровень. Сейчас заберёт эту пачку. Может быть. Или будет спасаться от неё бегством. Да, будет убегать. Ужас. Это очень сильная линия против Свардара, конечно. Ему очень неприятно будет стоять. Ты про крипов или про героев? Да и та, и та будет неприятно. Тут, правда, Феникс у нас... А Бадон еще состилит. Вот хитрый. Ну, это просто... Это вообще неприятность. Ты просто... Ты забираешь одного большого крипа, думаешь, я вот этих подхарасил, сейчас вернусь, получу... Кстати, в миде нападение без профит на инвокера, и она не пошла по тавар. Но инвокер сильно просел, мог отъехать. Кстати, у нас пока что инвокер не проседает так же, как от Ланая. В прошлой игре король света у нас стоял на инвокере, но и очень трудно ему было стоять против Ланая. Сейчас он будет мстить за всю боль. Сказал, я был за инвокера, я страдал, теперь страдать будешь ты. Пока что выигрывает по крипстату 10 на 3 против 7 на 1. Ну и нормально. Что-то я смотрю, инвокера-то не тащат в этой мете на миду 1 на 1 пока что. Ну вот что-то поднерфили сейчас немножко, но несут как бы не так, чтобы сильно, и он на ней не должен сейчас пристать. Ну просто против него сейчас очень сильных персонажей ставят. Дэст Профит, Темпларк, а мы реально жесткие герои. В это время себе Абадон-то нафармил бы Сауринг уже, ничего себе. Теперь может как-то себя поувереннее чувствовать. Ну не знаю, мне кажется, Абадону надо уходить наверх. Как-то подгнабливать Свен. Здесь он стоит очень ненужно. Леон, да, там бегает какие-то стаки, пытается поделать. Но тут Сварг, даже в отсутствие Леона, может спокойно сам один против Свардара простоять. Но он ничего ему не сделает. Выход был какой-то, может быть, попытка. Может, просто погонять Фениксом инвокера. Да инвокера тут и так плохо, ставьте бедолагу в покое. Ну и вот, я говорю, Сварг нормально себя чувствует. Подходит, подтыкивает, украдет статов, нормально. Ну и надо Абадону уходить с линии. Он не нужен. А что он делает, где он нужен? Ну, в принципе, войну нужно. Ну, Войт вроде пока норм стоит. Экспон получает, да, фарма нет. Но это он сейчас сам виноват. Хотя, ну, ему страшно. Тоже нельзя винить. Ну, вот я о чем и говорил. Был бы Абадон, тут было бы не так страшно. Просто накидывать щитки, подходить к Свену, спокойно его там подбивать. Ну, да, там понятно, Санрей, но опять же щиток, есть блинк. Вот сейчас Санрей со Стана прилетает на Войда. Второй Стан очень рано, и Свен Войт просто упрыгивает, останавливает себя почти. Да не, вроде по таймингу. Не так, чтобы совсем не по таймингу. Ну, там... Герой жесткий. Что тут Войду сделать? Его тут не убить. Что он боится, непонятно. Он боится какого-то очень быстрого бюст-дэмэджа. Прям, прям вот... Я даже не знаю, кто такой может дать. А его тут нет. Не, он еще боится Хараса такого. Выход на инвокера. Сейчас Сифон пошел с Санрейм по инвокеру. Очень-очень-очень сильно прожимает. Фэрифайр прожимает инвокер. Выживает. И Феникстрал. Хекс по Фениксу. Санстрайк не попадает. Вылетает Феникс. Подтыкивает его все равно по колдснепам. И забирает Феникса. И Сифон продолжает. Сейчас будет ли задувать второго уровня. И это минус инвокер. Хороший размен. Сифон еще и отхилиться. Надо немножко банше. Я не думаю, что она будет забирать. Потому что тут... Подожди. Она тут пошла под вышку. Так нагло. Ничего себе. Еще и с руки. Можешь сейчас забрать Энглеона. Это даблкил. Вот так вот. Хаста. Да, это хаста. А я не думал, что она полезет. Так нагло. Молодец. После прошлой катки, я моя... У нее горит. Слость. Что-то опять у кого-то не так. У нас пауза. Одну минуту. Окей. Банша просто вспотела. Пошла за полотенцем. За новым. За вторым. Это надо в стирку кинуть. Выпускай машинку, стирай все эти полотенца. У нас, кстати, сетка до сих пор не обновилась. Мусор Хантерс до сих пор одни в финале сидят. Да не суть. Кстати, что-то Бадон сделал. Он опять заблочил, что ли, спаун. Но тут же воздевардил его с Лордар. И зачем снова ставить Вард, который тем же самым Сентриком палится. Ну, кстати, да. И Сентри нету, чтобы разбить предыдущий Сентри. И просто сейчас Слордар решит подфармить и разобьет вот этот Вард. Ну и как-то... А я понял. И он просто заложил до Слордара. Ну, он же забрал у него крипов, правильно? А, на Вардах фармить. Да, ну и как бы в виде компенсации за эти Варды. Ну, ему нужен был Солрин, тогда он одолжил. И сейчас вернул долг в виде Варда. Ну, это такое, врагам возвращать долги. Вот можно возвращать, как Банша сейчас возвращает долг на миде. Вот так можно возвращать. Это как-то польза, что ли, больше. Потому что вот так вот Вардами фидить людей. Так себе идея. Водит себя очень хорошо чувствует. 10 крипов забрал. Кстати, а, ну Слордар тоже 10 крипов забрал. Я не знаю, кто из них лучше себя чувствует. Ой, на Слордара сейчас нападение, Санстрайк не попадет. И будет ли... Нет. Нет, Слорд не пойдет дальше. Хорошо, сейчас прокрасили Слордара. Был бы еще какой-нибудь фокус от Леона. Можно было бы его убивать, но нет. Ну, конкретно сейчас Водит себя лучше чувствует. Ну, да. На него был выход, он прыгнул, восстановился из всех хп и вернулся обратно. А селедочки придется на базу дойти. Четвертый уровень. Водит пятый. Еще и ворует экспу со стаков. Вообще ничего не могут предъявить. Нормально себя чувствует, да, инвокер. Ой, инвокер. Водит мог бы еще и украсть парочку. Ну, он не рискнул. У него почти уже шестой. Сейчас можно выходить сюда с каким-нибудь Леоном и, ну, кажется, сразу башь с первого удара. По Свену. Водит какой-то, знаешь, такой школьный хулиган. Который вот стоит там, какие-то среднички, знаешь, которые не ботаники и не эти. И не хулиганы, а обычные такие ребята собираются в группу, а этот хулиган стоит на линии, ему никто ничего не может предъявить. А если пытаются, еще и по лицу получают. Кстати, Слардар все-таки забрал этот вард, я следил за этим, и он его забрал прямо на последней секунде, когда его сэндрик падал. О, нормально. Ну, что, им как-то не так надо выходить, им надо обходить с другой стороны, что ли. Ну, ладно, сейчас вот выходят, да? Вышли, Хекс, не видят, Вижн пропал, все, она подвышкой. А, призы, ну да, тут. Мув спит на призах жесткий. Жесткий. Потеряно большое количество времени. Тут еще и, посмотри, тут еще и эта курица чуть не умерла от Вайда. Что ж, успокойся. Тут у нас селедочка сейчас может умереть, или у нас Слардар может умереть. Просто один варень. Или Феникс. И кто первый? Умирает селедка. Или, ай, тычечка, тычечка. Не хватило чуть-чуть просто урона, тут еще и заходит баншант наглую. Тут Феникс, вот, там за ним полезли. Саппорты, вот они вот отсюда, вот отсюда, вот бежал он сюда, тут сюда, тут сюда, и вот я еще мансил и обратно пошел. Ну, может, он разведку устраивает? Кстати, тут нападение надо справить, ее подхиливают, и лучше отсюда водить, потому что с Андреей очень много тема же наносят. На кого там нападение, ты это, не путаешь? Там, по-моему, на инвокеру с Леоном было нападение. Ну, как бы, это, знаешь, это стратегия такая, типа, пускай они думают, что они нападают, на самом деле мы нападаем. Ну да, у тебя Баддон в инвизе, а и что? Ну, он просто может постоять там, половить экспы, что ли, подождать Леона, замедлить, получить по лицу сифоном. Тут восьмой уровень, кстати, без ульты до сих пор деспропят. Ну, это нормально, это классика. Прямо вот в такой, в агрессивный билд выходит, без пуша, без гангов, без всего. Ты к ганге к ней сами приходишь. Ну да, ну да. Сейчас на селедочку может быть выход, но опять немножко неудачно, мне кажется. Хотя тут, ну, это было такое, такая себе драка. Нет, селедку, я думаю, сейчас не забрать здесь. Прямо включает Amplify Devon. Сможет попробовать. Ну, и замедляет, ну и всё, на этом заканчивается. Не достаёт он прыжком сварк. На этом заканчивается весь ганг. Ну, кстати, вот как бы мы не хитерили там инвокера, да? Счёт-то всего лишь 3-2. Никто не хитерил инвокера. Ну, мы говорим то, что там ганги неудачные, и там... Так ты не инвокер виноват, это к Абадону претензий. Вернее, к капитану, который пикнул Абадон. Ну, ладно. Допустим, да, вот закончилась вот эта вот стадия игры, то, что Абадон там начинает быть полезным. Но вот чем он начинает быть полезным, когда... Ничем. ...начинаются массовые там драки, всё остальное. С чем? Ничем. Он ничего не делает, ничего не делает. Не, если он что-то сделает, я буду только за. Но так он ничего не делает. Ну, ну, что он делает? Ну, зачем он здесь? Ну, он сбитывает урон. Ладно. Что, его не буду сбитывать? Если у него улетал, он может залететь первым. Ну, может также залететь воид. Ну, может забайтить на Абадона, чтобы воид там, да? Да, у купол. Ну, Абадона будет любой там вырезать. Может, мне кажется, даже венга будет вырезать. Абадон урон вообще не наносит. У него 70 урона, всё. Я понял, я понял. Ты мне ещё сказал, я прозрел. Смотри. Это Абадон, который будет сосать. Но он потом соберёт обратку, чтобы сосать с пользой. Понимаешь? Ну, смотри. Сосать с пользой? Ну, а как это ещё назвать? Как пиявка? Ну. А я, кстати, только сейчас обратил внимание. Ты посмотри, какое количество стаков в лесу у Монстра Хантерс. Монстр Хантерс? Где? Ну, вот сейчас забирается. Уже нигде? Ну, вот сейчас один стак забрал. Тут ещё вон следующий стак. Как это убивать-то вообще? Как легко. А как Свена после этих стаков убивать? А, ну это... Ну, да. Слушай. А, инвокер, кстати, Свардару убивает Сантрайком. Что? Ещё и здесь? А, сколько денег? Это скуш Макдак на Свене. Просто нереальное количество. Ну, а ту льту, мне кажется, он сейчас зря проюзал. Можно было на Эншинтах проюзать лучше. А, да, он ждёт ещё 70 секунд, пойдёт сейчас пофармит. А на следующую ульту придёт на Эншинтах. Там ещё стак сделает. Он у него там птичка доминаторская делает стаки. Нормально всё. Мы тем временем потеряли, пропустили, точнее, килл Свардара. С Санстрайком всё-таки добрал Уэйнвокер. Он уходил там от трёх человек. И выход на Баншу, которая Ветра уже собрала. Собрала? Да, собрала. Нет, не собрала. 300 монет. Да, 200 монеточек. А, Шеллендсик. Ой-ой-ой, да-то всё-таки забрали. Как? Вот так вот, тоже пропустил этот момент. Селёдочка, селёдочка. За два стана, не, а селёдка потом подошла. Ну, какая... А, она... Она не участвовала? Нет, она вроде как не участвовала. Она, по-моему, из леса только выходила. Участвовала, участвовала. Вот, Fight Recap я открыл. На имплипай повесила и станчик дала. А, ну ладно. А, Винга станчик дала, он только минус армор. Да, блин. Тут Абадон умер от Банши в соло. А он-то как? А он, кстати, у него уже как-то ульта была проюзана уже. Он дважды уже сосал. Не, он совсем будет полезно, когда обратку соберёт. Ну, реально. Если соберёт. Смотри, а, и против Death Profit. Death Profit же не спрашивает разрешения. Бить или не бить. Она в любом случае бьёт. Не, ну а будет ли он собирать? Вот ты говоришь, да, ты, может быть... Ой-ё-ёй, тут купол на Death Profit. Тут ну больше нечего вливать-то, ладно. Sunstrike, да. Но тут Санре идёт, и она расхиливается. Будет ли сифоны? Нет, она в ветра себя поднимает. Четыре человека здесь. Будет ли Хекс? Да, Хекс. Будет ещё и подкоп. Стон хороший от Свена, но подкоп по двоим человекам от Леона. Так, воит. Кинул. Кинул. Time Delation. И все разошлись. Потрачен был купол, потрачен Санре. Всё было потрачено, никто не умер. Что это вообще? Это Тарантино какой-то. Правда, у Тарантино потом все умирают, но тут все выжили, наоборот. Ё-ё-ёй, сколько? Вот я сейчас даже посмотрю. 300 монет было на тот момент, когда он подошёл к Эншенту. Свен. Было 300 монет. 1200 монет с Эншенту. Тут вообще законно? На Вингу тут тем временем врыв. Не хватило Санрея, чтобы убить сейчас Сварка. Ой, он просто от Санрея сгорел. Просто сгорел. Ну, какой же всё-таки жёсткий скилл? Ну, какой он? А, ну на четвёрочку. Ну, да. Не хватает, говоришь? Феникс так не считнул. Ты сказал, не хватает Санрея, чтобы убить Сварка вначале. Не хватало, чтобы Вингу захилить. Я про убийство ничего не говорил. Это слишком жёстко как-то вообще. Ну, всё. Ну, тут, мне кажется, пошёл в Сноубол уже. Тут Феникс со Свеном уже режет. Что там у Свена? У Свена 108 крипов. Он очень-очень много стаков уже забирает. Здесь сейчас будет ещё Эхо Сэйбр. У него стабля. Эхо Сэйбр сейчас будет. Доминатор, ПТ. Ладно, давайте уже Нетворса открывать. Семь тысяч. Семь тысяч. Нетворса. Смотри. Семь тысяч. Ближайший к нему... Это Банша, у которого шесть семьсот. Как его догонять? Он просто сноуболится уже. Хотя тут на Винге нормально так фидится Сварк. Который опять сейчас может сгореть просто от Санрея. Нет. Помощи. Хотя помощь у Свена. Вот сейчас на самом деле какой-нибудь даггер бы... Свену, а не Эхо Саблю. Очень сильно пострадал бы Сварк. Ну да. А Сварк-то собрал себе лотар. Так вот. Ну, я не то чтобы удивился этому артефакту. Я удивился то, что он уже собрал себе лотар. Так, у него вроде все норм. У него шесть восемьсот голды. Он не особо отстает от счета инвокера и... Золотые купола. Душу мою радуют. А то не дождь, а то не дождь. Слезы с неба капают. Свен остановил послушать мою музыку. Ну ты просто видел от этого? Ну да. Ну, походу, нет. Потому что тут купол классный был. Нет, тут больше Банша сыграла лучше. Она так развернулась нормально от купола. Кстати, Банша догнала Сварна. Под натворцем. То есть Сварк недалеко-то посмотри. Так себе не особо что плохо. А он нормально так бегает. Он нормально вырезает эту венгу. Получает дополнительный бюрст по голде. Но я не понимаю, что они будут делать дальше. Ладно, там есть купол. Они будут закрывать одного-двух человек. Может быть, там, ладно, пятерых получится закрыть. Но что они будут туда вливать? Метеор. Хорошо. Все? Кстати, на Слабдар напали и Санстрейк он в ряд. И Свен так же врывается на Леона. Его стирает моментально. Сларк на 2-2-2-2-2-3. И все. Разминаем по саппортам. Керри. Так, подошли. Оба подфармили вражеского саппорта и разошли. Кстати, и свап есть на Сларка, и он все, и выйдет Дарк Пак там. Красавчик. Своевременно прожал. Очень много контроля, конечно, у команды Monster Hunters. Вообще, 5 человек, которые контролят. Это замедление даже те же самые у Феникса с Пиритами. И яичко, которое, когда упадет, будет очень много всего вносить. Как урона, так и контроля, в принципе. Ну, просто я не знаю, как с этим жить. Дэд Пропит, Сайланс кинет. И вообще, 5 человек просто будут страдать. И Сифон на Абадона накинули, но это так. Профилактическая работа, считай. А, не-ка. Все понятно. Калаш. Не крутой Абадон. Он мне тут собирает. Тут идет... Куда ты идешь? Ты что, бессмертный? А, да, ты бессмертный. Ну, это покажешь. Сейчас, смотри, Сифон. Ульта включилась. Идет дальше. Все еще хилится Банша. Будет стан. Стан получил. Санрей. И это минус 1. Бессмертный, но ненадолго. Сларк посмотрел на это. Нет, сначала он хотел ворваться, подошел. Потом увидел Санрей. Что с тобой? Как ушел ли он просто? Те, 5 человек окружило. Я сейчас вспомнил фильм. Муравьи атакуют. Когда... Ну, это очень дешевый фильм. Такой, по-моему, турецкий. Там... Там... Мужик в этот залез, получается, в гигантский уль. Там смысл фильма в чем? Там огромные муравьи ели людей. И апокалипсис такой случился, что муравьи вылезли и начали вообще всех уничтожать. Ну, и мужик залез в уль, получается, его окружили муравьи. Он херак под землю провалился и выжил. Вот. Ну, здесь то же самое было. Он стоял такой за деревом. Выходит 5 человек, и он улетает. Так, муравьи атакуют называется? По-моему, да. Но это я очень-очень давно смотрел. Еще знаешь, когда Disney сделали мультик про динозавров. Не помню тоже, как называется. Я еще тогда Рестлинг по СТС смотрел. Ох, было детство, конечно. Когда это было, я этого всего не помню. Это, это, это 2000-й, где-то 98-й год. Ай, стоп, это 98-й, это слишком давно. Тут, кстати, врыв на Деспрофи, там они забрали еще Аегис, но кому это интересно, когда речь идет о муравьях? Кстати, курьера подрезал старт, красавчик. Где-то, где-то крикнул Свен, а вот он. Свен здесь кричит, получает копу, хороший. Вот, сейчас, кстати, могут забрать Свена со страйк. Да, Свен умирает, но здесь же хорошая ответочка на Сларка. Сларк пока что не умирает, пока что в Shadow Dance ушел за Вайдом в погоня. Войдет ли, будет ли убегать? Да, Войд пока что убегает, Станчик попадает по Вайду. Сларк здесь также прыгает на Феникса. Феникс тоже умирает. Возвращается Абадон, но у Бальдона есть ульта, он пока что живет. Будет ли щиток на себя навешивать? Можно щиток на себя навешивать, да. Сларк выживает, Сларк прыгает на Слардара. Слардар встанет. Трое попадают на Стан. Боже, как ли он сейчас сыграл? И это минус 5, это Тим Вайп от команды ОРТО. Еще и Аегис, это минус 6. Вау, в одного Вайда. Вот это сейчас было красиво. Как там Мансил с... А, Ричинально, Сларк. Так, Мансил, там купол в этого Свена, о чем я и говорил. То, что если зафокусить этого Свена, потом будет драться команде Монтер Хантеров. Трудно. Вот сейчас они так и сделали. Они просто поставили купол на Свена, влили весь свой урон в Свена, убежали, подхилились, как-то нарушили позиционку Монстр Хантерс, поймали их всех в узком проходе и по одному. Все шикарно. Слишком много меда. Добавляем дёготь. Дес Профит. Косяк. Она подсевела, Иулам Вайда. И поэтому... Пришлось еще тратить много скиллов на него. Потом Сларк ушел на лоу хп чудом. Там один удар осталось. А, и еще надо измениться перед зрителями, мы ошиблись во время представления. Командорский играет на Тайт Хантере. Чего? Командорский играет на Тайт Хантере. Ну, ты видел этот стан? А, да, 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 да. Это... Просто... Ну, я даже не знаю, чья это победа была сейчас. Потому что, ну, ребята просто встали в одну линию, как по ним не дать стан? Я бы и Хекс в линию дал бы. Была бы у меня такая возможность, я бы Хекс в пятерых бы дал. Ну, ну... Великолепный выбор позиционки от Ор-РТО, и это сыграло им на руку. Кстати, я графики до сих пор не открывал ни разу. Неважно, тут сейчас драка будет. Я пока не буду, да, потому что сейчас драка может произойти здесь на... Сларк прыгает на Вингу, есть свап, в Санстрайк никуда, вернее, в Свена. Убегает тут в ультимейте Сларк, отхиливается полностью от ульты Деспрофита Абадон, и есть купол на Деспрофит, ультимейт пока стоит, есть яйцо, сгорает тут Войт, но он прыгнет в последний момент, тут с пальца забирают Свена, взрывается яйцо, Абадон бегает в щитке, его начинают высасывать, Войт возвращается в драку, есть еще и Мека, Войт начинает пробивать с ручки кого-то, но с ручки он так все пробивает, есть танчик по Деспрофит, есть башек также по Слардару, отстанивается Слардар, пытаются заковырять с руки, тут Деспрофит, скорее всего это сделают, добивает его инвокер, и Феникс с Лоблером выживает. Ну что, опять хороший выбор позиционки? Или как? Не знаю. 4000 преимущества по XP у РТО, по золоту преимущество скачет, но в данный момент 1500, все не так серьезно, а вот стоп, сейчас обновилось, 3000. Ну, для 22 минуты, ну, не так серьезно, ладно, хорошо. Но тут есть Свен, который может в любой момент перевернуть эту игру, который может собрать БКБ, и вот, на самом деле, вот новая мета меня немножко удивляет. Это вот, знаешь, вот это вот ферст айтемы Эхо Сейбр и Даггер. Почему не БКБ? Просто, ну, да, инициировать, да, хорошо, но надо же жить. Тут есть кому инициировать, тут есть селедка. А Даггер может, чтобы он, ну, не знаю, этот инициирует, да? Ну, можно с Даггера еще и уходить из-под купола. Вот, и без Даггера. А, уже с Даггером, ну ладно. Ты много сейчас файтов видел, где он ушел из-под купола Даггером? Ну, это претензий не к Даггеру, а к Свену. Просто надо уже расценивать свои силы немножко, потому что ты же знаешь, как ты сыграешь на Свене с Даггером. Не, вот как бы не играл Свен с Даггером без Даггера, и я ни разу не видел вот за эту мету, чтобы начали собирать по старой мете. То есть, БКБ, там, да, МОМ какой-нибудь. Ну ладно, Доминатор хорошо. МОМ-то понятно тут, стаки. Ну, в смысле, сабля, в принципе, это тоже понятно. Ну, ты вроде как быстрее с ней фармишь, как бы в ранних файтах, но по-любому тебе много пользуют. Там МОМ-реген, хороший артефакт. С Даггером соглашусь, да. Непонятно. БКБ сейчас будет. А, вот что он и собирает. Да, остался рецептик. Ну, вот пораньше бы БКБ, может быть, вот эти вот два файта были выиграны. В том же куполе, да, поставить БКБ, когда вот перед этой дракой... А, ну ладно, сейчас давайте прервемся, потому что у нас сейчас может быть драка. Сларк заходит в инвизи, видит всю команду, вырезать начинает Вингу. Вингу он вырежет быстро. Дарпак там снимает себя. Купол попадает по-троим. Отличный купол. По-троим. И Сифонов высасывает у Вайда. Стан получает Сларк. Опять с Дарпак там все и вейдет. Ветра поднимает себя. Хорошо Банша. Станчик не прокатывает. У Свардара в КД. Сейчас хорошо. Стан прошел по Сларку. Опять. Это минус Банша. Это минус Винга. Это минус... Селедка. Свен каким-то чудом уходит вообще наверх фармить. Сказал, ребята, давайте до свидания. Я отказываюсь от участия в данном файте, пока у меня нету ПКБ. И действительно, этот купол, это просто закрыл всю команду, пока вырезали Феникса с Вингой. Водит сейчас сыграл отлично. Сразу свой даггер реализовал. Уже заходит на хайграунд. Свен без ТП. Я так понял. Он туда ТП шился. Ему долго возвращаться. И Т3 точно упадет. Упадут также бараки, скорее всего. Маякует на оранжевой. Ну, я не знаю, тут можно и милишн забирать. Тут оба барака можно забирать. Да, это минус сторона. Минус сторона. И им надо отходить, какой-нибудь забирать Рошана. Рошан сейчас рестница. Можно на него заходить и идти по следующей стороне. Там все есть. Пока сберут Рошана и Купол откэдэшится. Там инвокер уже получит ману. А, он очень быстро регенится. А, он на базе. Потому что происходит. А вот сейчас Войд потеряет Рошана. Ну да, вот. Улетел, а здесь пару секунд остается и Рошан появится. Нет, решили отойти. Решили дофармить свои артефакты. Нет, он сейчас еще долго. Там был таймер, до начала таймера. Как же это бесит. Понятно. Я думал, все. Готово. Ну нет. У нас тут Эхо Сейбер сварка уже давно. 3600 в кармане. Что же это будет? Это, наверное, будет какая-нибудь башер, может быть. Тут надо контролить как-то свена в Шадоу Дэнсе. Даже с появлением БКБ надо чем-то его контролить. Да, там есть баши от Вайда, но эти баши в основном будут работать в куполе. Потому что потом, если Свен выходит из этого купола, тем более у него сейчас есть БКБ, он может начать разваливать лица. Наконец. Но не поздно ли сейчас появилась эта БКБ? Да и может ли? Такой ситуация уже. А почему нет? Так, тут врыв под инвокера. И Свен... Да-да-да, давай-давай-давай. Свен разваливает, дает станчик, прижимает ултимейт из профит, на лоу хп выживают все герои, прыгает Свен, также забирает он Лиона, дает станчик по инвокеру, взрывается там где-то яйцо, там добивает где-то Абадона, забирают инвокера, Абадона провожают с Анреем и проводили. Ну вот о чем я говорю, Свена не взяли в купол. Свен проюзал, ну сделал свой проказ, проюзал ульту, проюзал БКБ, Варкрай, все есть, все, можно бить. Что он и сделал? Он просто блинкнулся за купол, он просто начал разваливать лица. Ребята не успели выйти из купола и уже как-то надо спасаться, потому что нам осталось по одному удару от любого персонажа, даже может быть от крипа. Что сделал Войт? Войт не стал фокусировать Свена, либо он подумал, что мы его убьем и так, либо он просто не попал. Просто не попал на Свена. Не знаю, но вот это вот ошибка. Эта вот ошибка сейчас была от РТО и надо это как-то исправлять, потому что у вас единственный шанс это зафокусить Свена, пока он не в БКБ и пока он в куполе. Это его убить и продолжить как-то файт. Вы за купол убиваете ну по одному любого героя, но не больше. Вы можете кинуть Садстрайк, можете кинуть Метеор. Метеор в двух персонажей в куполе попасть не очень легко, потому что они могут быть в разных сторонах там и все. Одного вы врубаете точно и лучше пускай это будет один Свен, чем какой-нибудь, не знаю, ну Венга, которая даст стант, свап, ну и как бы она больше не нужна. Свен же будет раздавать на протяжении всей драки. Сейчас у него две тысячи монет, он может купить какой-нибудь Кристалис в скором времени и вы уже не выживете на таком количестве ХП. У вас будет недостаток HP поинтов. Ну да. А что собирает Абадон? Абадон у нас собирает какую-то штуку. Гривзы, но что-то я не понял, а чем короче забили на Абадона. Ну вот короче если они проиграют, то они проиграют из вот этого пикли. Потому что я пока что вижу импакта просто ноль. Абадон влетает в драку, Абадон там провязывает ульту, его долго убивают, ну и как-то плевать на него, он может даже жить, он вообще ничего не делает. Он может, да, там щитком вывести из стана, а из стана кого? Ладно, хорошо, там есть стана, да, там он может вывести из стана, но и что дальше-то? Вы увидите из стана и будете дальше убегать, только если подсейвать. Как дэмэдж-дилер, как вноситель какого-то урона там, как это предполагалось с тобой в большей степени, что он соберет возвратку и Банша будет просто умирать от своей же ульты, такого нет. Ну, у него Мека есть, он полезный. Ну да, тут любой другой герой просто заходил бы лучше, ну, Солнце, это ничего не делать, господи, чтобы этот мульт... Он бы нынканулся на месте. Влет на Баншу, Банша улетает за секунду, ее подняли в ветра, ой-ой-ой, а у Сварка-то уже какой-то там счет, мне прям интересно. 8-1, 8-2 у Инвокера. Ну, надо как-то догонять, что ли? Потому что он, вот эти два человека уже сноуболятся по Нетворсам, если посмотреть, то первые топ-2 Нетворса и будут заходить, что ли? Будут заходить наверх? Там есть Аегис, по-моему. Аегис... Аегис нет, Аегис нет, Аегис нет. Что-то потерялся, анрейм хорошо вырезает сейчас Сварка, но он просто отойдет, ой-ой-ой, у МАОХП остается и селедочка врывается, его... Так, прячут, стан, венга, купол хороший, по кому? По венге, не очень хороший, значит. Здесь Свен в БКБ начинает нарезать, нарезать крипов, крипов отлично, убил. Так, Абадон на ЛОХП стоит, Свен получает стан, и Хекс, БКБ заканчивается, Свена не дорезает пока что, его форстафуют, форстафуют Свена, Свен убегает, но он один. Что траки? Ну, я чуть не понял, но Свен не попал в купол. Ну, там, я подумал, что его венга свапнула сначала, но она его потом свапнула. А как он не попал, думал, он попал. Круче, Death Prophet была, без ББК заруинила все. Да, все, Тим одно, я хороший. Да. Как это обычно бывает, ну, у нас, правда, не паблик, тут Свен сейчас будет какой-то выход силы производить, по инвокеру, который сейчас просто убегает под инвизом, Банша провязывает ульту, Санрей на двух персонажей, хороший брызг под Вайда, продолжает бить пансифоном Баншу, пролетает у нас Феникс, не хватает маны у нас на Супернову, ну, и просто будут ходить, тут уже мега-крепы, тут пошел Банан, Бласт, по троим персонажам, ну, это мега-крепы. Ну, можно продать Бадону. Стоит еще один барак, они, все, барак закрылся. Уже нет. Купол 35 секунд, дорезают дальше кого-то, там, неважно, у нас уже ГГ. Ну и выиграли без Абадона. Ну, не знаю, может быть, они будут говорить, там, ребята, то, что, что, вот эти вот товарищи за комментаторским столом говорят, у нас был Абадон, это был продуманный пик, и он внес много импакта, вы просто не видели. Но, по моему мнению, вот сейчас была победа вчетвером. Просто... Не, Абадон, ну, собрал некую, в смысле, он что-то делал, дал медальку просто, он был, не, он был полезен, он что-то делал, но, в смысле, то, что другой герой мог зайти лучше, тот же умник какой-нибудь, по концепции то же самое, но пользы было бы больше. Что не пошло у Monster Hunters? Ну, Monster Hunters. Что-то не пошло? Ну, не, противник просто оказался синее, тут ошибок особо сильных не было, критичных. Просто у РТО были сильнее. Ну, в принципе, я тоже, наверное, соглашусь. Мы поздравляем у РТО. Товарищи становятся победителем фасткапа 145-01, и это довольно заслуженная победа. Они сыграли хорошо, они вынесли из своего пика все возможное, и сделали эту игру максимально красивой для себя, для нас, и одержали эту победу. Мы хотим поблагодарить команды, которые участвовали в этом турнире, которые не прошли. Надеюсь, вы не будете отчаиваться, и дальше проходить по своим линиям, дальше выигрывать чемпионаты. И мы вас верим. А с вами были Маэстро и... Дингодил. До новых встреч, друзья!